Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Город С» и я, Елена Чернявская. Жигулевский государственный заповедник – уникальный природный объект на территории Самарской области. Это излюбленное место не только россиян, но и туристов со всего мира. Природа здесь завораживает. Мощный горный массив, живописные лесистые холмы, река Волга, прекрасная флора и фауна. Жигулевский заповедник – место, которое стоит посетить и сегодня. Мы вместе с вами, уважаемые телезрители, услышим много интересного об этом уникальном месте, ну и, конечно, посмотрим завораживающие кадры Жигулевского заповедника. Я представляю гостя в студии – директор Жигулевского государственного заповедника Юрий Петрович Краснобаев. Здравствуйте, Юрий Петрович! Здравствуйте, Юрий Петрович! Ну что же, начнем наш разговор. Что из себя на сегодня представляет Жигулевский государственный заповедник? Какова его площадь? Природные ресурсы, флора, фауна? Ну и, конечно, в чем он уникален? Ну, Жигулевский заповедник по площади, скажем так, посередке среди 103 заповедников российских. Его площадь 23 157 гектар. Это достаточно большая площадь для средней полосы европейской части России. Вообще, он создавался изначально для сохранения реликтовых растительных сообществ, каменических степей и остепленных сосняков. Его основателем, скажем так, и первым директором был пензенский ботаник, профессор Иван Иванович Спрыгин. Именно он перед этим организовал две экспедиции сюда специально, по результатам которых был создан первый заповедный режим здесь. Правда, Жигулевский участок тогда вошел в состав Средневолгского биосферного резервата вместе с пензенскими участками, а впоследствии туда еще и присоединился Бузулукский бор. Как бы мы все побратимы, скажем так, в этом плане. Чем уникален заповедник? Ну, уникально, если говорить по природным показателям, то, что я уже сказал, эти растительные сообщества, они реликтовые. История их связана с тем, что во время оледенения ледники сюда вообще не дошли, то есть ни один из ледников. А когда они растопились, Ачкогольское море не покрыло верхушки Жигулевских гор. Они раньше достигали почти километровой высоты. И вот в результате вот этой длительной изоляции здесь как бы природа формировалась, эволюция происходила своим путем. Поэтому сейчас на территории Жигулевской гор, скажем так, в целом, неограничимся заповедником, произрастает 7 эндемичных видов растений, то есть которые нигде больше в мире не встречаются, только здесь. Вот последние два года нашли, описали 7 видов грибов новых для науки, которых нигде больше в мире нет, 11 видов беспозвоночных животных тоже найдено, которых тоже нигде в мире нет. И коллеги из Санкт-Петербургского университета открыли здесь новые виды почв, которых тоже нигде в мире нет. Вот этим Загулевский заповедник и целом Загулевские горы уникальны, что вот эти элементы флоры и фауны здесь присутствуют, которые больше не день встречаются. И кроме того, если я про природу как бы все продолжаю, то что здесь встречаются виды растений и животных, то есть и степные, и даже полупустынные, и таежные, и с запада, и с востока. К примеру, если брать бурсука, талисман Жигулевского заповедника, то на правом береже встречается барсук обыкновенный, у нас барсук азиатский, который характерен как раз для зауральских, скажем так, территорий. Если брать исторически, то он уникален с той же Стрельной горой и Волжской вольнице, которая была присутствовала здесь. То есть здесь вот они как бы грабили из-за острова на Стрежне, как раз про наши места. Но вы сказали, что ученые открыли, это замечательно. Сохраняется все это, приумножается, наверное, естественно, да? Ну, наша задача не приумножить, а сохранить. То есть чтобы все это происходило в естественном виде, то есть естественным ходом эволюционных процессов. Мы просто стараемся ограничить от нас же от людей вот ту природа, которая должна сама развиваться без нашего вмешательства. Юрий Петрович, 2017 год объявлен годом экологии. Конечно, я не могу не спросить вас о мероприятиях, которые вы проводите в рамках этого года. Спасибо. Я скажу даже, ну, не крамольную мысль-то, то есть указом президента в 2015 году, 2017 год объявлен годом особо охранения природных территорий. И лишь другим указом через год он объявлен годом экологии. Поэтому мы договорились с коллективом, что мы отмечаем не год экологии, а прежде всего наш профессиональный год. Год особо охранения природных территорий. То есть в этом году исполнилось 11 января 100 лет заповедной системе России, связанная, привязанная к организации первого российского заповедника, это Баргузинского на Байкале. И 90-летие, готовимся к 90-летию Жигулевского заповедника. Это у нас будет дата 19 августа. Проводить будем 18 августа. Если говорить про мероприятия юбилейные, ну, пожалуй, мы проводим разное эколого-просветительское направление мероприятия. И совсем недавно, позавчера, по-моему, мы в музее Лабина открыли выставку. Выставку, ой, я не помню, как называется, но в ней участвовало 42 заповедника национального парка. То есть в прошлом году инициатором был... Всероссийский был выставка, да. То есть она до 9 августа будет экспонироваться. Вход свободный, любой может прийти и посетить. Советуйте, любопытно? Да, пожалуйста, приходите, смотрите. Участники этого проекта в хорошем качестве фотографий, цифровые, рассылали всем территориям, кто в этом участвовал. То есть представляли на этих фотографиях те участки, ландшафтов, тех животных, растений, которыми они гордятся, хотели бы, чтобы максимально эти фотографии увидели, максимальное число людей, россиян и, может быть, и иностранцев. Конечно. И у каждого эта база есть, с всех территорий, кто участвовал, от Командорского заповедника на Востоке до Запада, Полистовский заповедник Псовской области. То есть вся Россия представлена. И уже в Пензе, я знаю, была подобная выставка. То есть используем эти электронные материалы, печатаем и выставляет, кто где как на территориях может. Мы вот начали с Салабина, потом будет Жигулевский, потом не знаю куда. То есть она будет у нас по Сабарской области. До конца года это будет, собственно, таким замечательным праздником-выставкой Жигулевского государственного заповедника. Следующее мероприятие еще, то есть посвященное 90-летию заповедника, 100-летию заповедной системы России и Дню особо охранения природной территории Самарской области. Это же один из памятных дней у нас в области. И по большому мы его празднуем второй год. То есть в прошлом году тоже. И также вот, как бы три едино, мы отметим в Дворце культуры в Жигулевске вот этот праздник вместе с нашими сердцами лесного хозяйства, Ларионову Александру Ивановичу. Спасибо. Юрий Петрович, ну а расскажите о себе, пожалуйста. Профессия у вас очень интересная. Вот как вы проводите свой рабочий день? Ежедневно ли вы решаете проблемы окружающего мира, окружающей природы? Вас ведь я знаю, что вы возглавляете заповедник уже 17 лет. Да. Ну, я начну, как провожу рабочий день. Скажу сегодняшний день. Два с половиной часа в дороге до Самары, два с половиной часа обратно. И вот в перерыве вот с вами общаемся. То есть где-то я подсчитывал, в машине я провожу где-то треть, может быть, четверть своей жизни. То есть это не зависит выходной, не выходной. Много езжу в кандировкам по коллегам. То есть в этом году был коллег в Рецинском национальном парке, это в Абхазии. В сентябре планирую Байкал, Курскую косу. То есть это для обмена опытом, то есть и для себя, чтобы не закисать. Ну вот вы сказали, что 17-й год директор. Да, то есть о себе любимом. Я работаю вообще в заповеднике 31-й год, начиная со старшего лаборанта, то есть с 1986 года, с 19 декабря. В 2000 году вот единовременно меня назначили директором Жигровского заповедника, и я защитил кандидатскую дирекцию по паукам. Как бы я от науки пришел к чиновничьей, скажем так, должности. Где интереснее, Юрий Петрович? Знаете, мне нравится и то, и другое, и по большому счету я свою научную деятельность как бы не бросаю, просто уже не ограничиваясь пауками, ну, курирую энтомологическую часть развития нашего Жигровского заповедника. В частности, в 2007 году мы с коллегами, ну, со всеми самарскими, то есть энтомологами, Толятинское и Самарское издали каталог беспозвоночных Самарской луки в целом, включающий телепо-территорию и заповедник, и Национальный парк Самарского лука. То есть подобного издания, то есть подведены только там около 7 тысяч видов, то есть все специалисты были привлечены. Это было сделано по моей инициативе, непосредственно там набивали, скажем так, я, моя супруга, сын, вот это там все названо на компьютере. То есть такого издания, такое издание, по-моему, только третье вот у нас в России подобную подборку именно по заповедникам беспозвоночным, это достаточно сложно. Допустим, по млекопитающим простых, у нас вот в заповедниках всего 48 видов, а это 7 тысяч, и каждое описание. Ну, наверняка в музее, да, хранится у вас эта книга? Да, в библиотеке есть, то есть все заинтересованы, то есть и в Москве, и в Питере, там у коллег, кому это интересно. Могут почерпнуть ваш уникальный опыт. Ну, одно из последних новостей, что экскурсионный маршрут Джигулевского заповедника «Всем известная стрельная гора» протестирован. Единодушное решение экспертов, маршрут соответствует необходимым стандартам. Юрий Петрович, меня вот удивило, во-первых, каким стандартам, и вообще зачем он был тестирован, это излюбленный, как я повторюсь, маршрут многих наших самарцев. Ну, стрельная гора, как часть единого маршрута, это был разработан маршрут, как тур выходного дня, трехдневный, то есть пятница, суббота, воскресенье. Разработан фирмой «Пилигрим». И как его часть, природная самая яркая, это экскурсионный маршрут на Стрельную гору. И приезжала специальная комиссия с Москвы под руководством руководителя комитета по импортному завещению в туризме при Минкульте Российской Федерации и четыре представителя ведущих туроператоров, то есть московских. Это серьезно, конечно. То есть это очень серьезно. А сделана, то есть эта инициатива не наша, сделана для того, чтобы получить одобрение выше, то есть вот этого маршрута, чтобы указали на какие-то недостатки или что-то такое, чтобы этот маршрут был на уровне международного стандарта. Это приурочено отчасти к следующему году, к чемпионату мира 2018, который, то есть из Стрельной горы, один из объектов, рекомендую для показа. И, то есть любой элемент там Сызрань, Тольятти, Жигулевск, нет, Жигулевск, нет, Самара, различные объекты и музеи. И эта комиссия высокая могла в любой момент, если бы часть какая-то маршрута вот этого единого, их сказал, что он не соответствует, они могли просто ее убрать. Стрельную гору не убрали, и наоборот, как они сказали руководителям, до этого еще злые, сначала Сызрань, Тольятти были, потом вот сюда, как попали на Стрельную, все, не знаю, куда там, негатив ушел. Улетучился в плохое настроение, да, и сразу, ну, конечно, там такая красота, полюбоваться природой, она действительно очень зачаровывает. Ну, давайте поговорим о миссии Жигулевского заповедника, это охрана, научная деятельность и экопросвещение. Давайте мы поговорим о каждом направлении поподробнее, начнем с охраны, вот в чем главное направление этой деятельности, Юрий Петрович. Ну, чтобы не говорили о разных задачах, которые вы перечислили, то есть первое и самое главное, это является охрана, то есть сохранение в естественном состоянии тех ландшафтах, то и флора, то и фауна, которые нам, скажем так, доверили на сохранение. Важной частью является вот сейчас, особенно после 10-го года, это предупреждение лесных пожаров. Помним, 10-й год, это совсем недавно, казалось бы, 7 лет прошло, ну, страшное дело, у нас как бы не так страшно, как в Тольятти, у нас верховых пожаров не бывает. И подчеркну, именно сохранение в естественном виде, то есть мы не имеем права в заповеднике, поэтому заповедник, заповедь и все, как бы корень, не имеем права что-то подсаживать, что-то, если упало, пускай она гниет, убирать не имеем права, восстанавливать что-то не имеем права, то есть животное умрело, условно говоря, и ладно, то есть так и должно происходить в естественной природе. То есть это вот заповедник. И охрана за этим следит, чтобы не было нарушителей, то есть незаконно не посещали территорию. То есть вмешательство человеческого фактора сводится на минимум? На минимум. Совсем нет, конечно, не получается, даже вот машине ездят, загрязнение, шум уже вмешается. Стараемся к минимуму, к естественному ходу природных процессов. Это главная задача охраны. Ну, а наверняка проводятся какие-то семинары, совещания, связанные, да, с охраной? Да. Ну как, ежегодно происходит учеба государственных инспекторов. У нас охрана не лесники, а государственные инспекторы. Повышают квалификацию. Да, то есть они наделены полномочиями, почти полицейскими, как вы руководите. То есть и могут это оружие носить, и наручники, и задержать. То есть если в заповеднике встретил сотрудника охраны, нужно беспрекословно починяться. Да, нужно вести с ним адекватно, да. То есть и будут применены потом действия, если вдруг там и забьет там кто-то, он при исполнении, это как полицейского. То есть аналогично абсолютно. То есть полномочия у них достаточно высокие. Ну, зарплата невысокая, это уже другое совсем. По этому вопросу все, тогда продолжим. А научные деятельности тоже не менее, да, важное направление вашей работы. Вот, Юрий Петрович, какие первоочередные задачи поставлены, как их выполняете? Ну, и, конечно, расскажите, пожалуйста, о коллективе, который занимается наукой. Ну, я думаю, что у вас есть озвучить достижения в этом направлении. Ну, начну с коллектива. Практически все научные сотрудники в стадии Жигулевской заповедника – это кандидаты биологической наук. То есть уже это, как бы, оценка их высокой грамотности и высокого знания. То есть кандидатская диссертация защитить не так просто по себе, по себе знает. То есть нужно обладать определенным багажом знаний. Ну, основные направления научной деятельности в заповеднике – это слежение за естественным, повторюсь, ходом процессов, опять же, не вмешиваясь, которое происходит там в растительном, в животном мире, в деревостой. То есть приведу несколько примеров. Причем это достаточно давно длится. Сейчас подводим итоги изучения развития древостоя, то есть деревьев, основных пород деревьев на территории Жигулевской заповедника, поскольку 90%, более 90% территория облеснена, то есть мы лесной заповедник. И как выявилось, то есть эти наблюдения проводились на специальных пробных площадях, разбросанных по всей территории заповедника, 44 года. И как выяснилось, то есть что вот липы стало больше, сосна примерно как бы, ее доля та же самая примерно. Осталось, да? Да, то есть клёна стало больше доли. Практически исчезла осина, то есть выпала она вся. Вот про древостой сказал. Интересно были, проводились недавно исследования петербургскими исследователями, простите, учеными, на предмет возраста нашей сосны, которая растет вот по гребням Жигулевских гор. Проводили, то есть около 30, по-моему, или 50 сосеных. То есть они буравчиками бурили дырочку, и вот эту керну вынимали, и потом считали вот эти кольца годовалые, то есть не надо было спиливать там под хорень сосны. То есть на Поповой горе, кто знает, возле Ширяева, и на Стрельной горе. Как оказалось, самая вот из тех, которые обследовали сосна, оказалась на Стрельной горе, ей 289 лет. При диаметре, в целом говоря, 25 сантиметров. Это вот к древостою. Также проводятся интересные исследования по долговремя, 30 лет по опаду листовому, древесному, то есть вот что с деревьев падает, потом это изучалось, взвешивалось и так далее. И оказалось, вот интересные исследования получили вместе с одной из фирм, самарская гипотолог, брали вот наши данные по опаду, климатические данные и заболеваемость, как-то парадоксально, мышей геморрагической лихорадкой. То есть это присутствует у нас в Жигулях, на Саваровской луке Апцела, примерно бывает, что 40 мышей, там одной породы, жертоголы, она переносит вот это самое опасное для человека заболевание, возбудителя. И вот когда это все смешали, сейчас вот делают прогноз, вот будет там заболеваемость или нет, где-то на полгода всего лишь они могут делать. Вот осенью отловили мышей, посмотрели там заболеваемость, и весной делают, то есть сколько будет мышей, соответственно, будет ли вспышка заболеваемости, вот именно вот это самое болезнь. Так, итоги какие? А вот благодаря вот этим, то есть мы можем прогноз, причем с 90% степень вероятности где-то на год сделать, 90%, а там вероятность велика. То есть как бы неожиданные такие выходы вот наших длинных рядов. И кроме того, в заповеднике есть старейшая метеостанция в селе Сосново-Солонец, Самарской области, и 90 лет тут на днях буквально исполнилось. Эти данные тоже используются, гидрометавосфератория, для каких-то прогнозов, поскольку, допустим, по классам пожарной опасности есть метеостанция в Тольятти, есть в Самаре. То есть она, то есть данные, получается, завышенные, то есть у нас температура всегда ниже на территории природной, а влажность выше всегда. И вот это Сосново-Солонец как бы корректирует. Ну, старейшая метеостанция в Самарской области, это гордость. Юрий Петрович, а животные какие сейчас уникально обитают на территории Жигулевского заповедника? Я понимаю, конечно, что прогуливаясь по заповеднику, встретить так воочию, я так понимаю, наверное, нельзя, но вот все-таки в недрах заповедника кто сейчас обитает? Какие животные? Ну, чтобы встретить животных, это нужно в 4-5 утра вставать. Все-таки можно. Да, но это утром, днем практически встретить невозможно. Ну, если сказать про крупных животных, начну с хищников, скажем так. Волк у нас есть, рысь есть из крупных. Ну, из травоядных это косуля, лось, барсук наш талисман, который вы можете увидеть вот у нас в городке барсуков. Из крупных птиц, ну, а, уникальные. После 50 лет отсутствия, не так, 2 или 3 года назад, у нас опять начал селиться сокол сапсан. Это редкая красивая птица. Причем начал селиться после того, как мы закрыли один из экскурсионных маршрутов. То есть туда перестали просто пускать. Как бы мы все-таки заповедник, а не полигон для туристов. Да, в первую очередь. Из птиц тоже вот появился птица-огр. Также у нас на острове Середыш, это тоже заповедная территория, гнездица, самый крупный, вот в нашей европейской части, средней полосе, орел, оролан-белохвост, тоже великолепный. То есть, ну, вот из всех. То есть, перечислять их и долго, поскольку 222, по-моему, вида птиц, 48 великопитающих видов. Но эти, по крайней мере, на слуху. Юрий Петрович, экотуризм и экопросвещение тоже очень важное направление, но сейчас оно, как говорится, в тренде. Что предлагаете туристам, что предлагаете населению, ну и какие маршруты порекомендовали, может быть, обратили бы особое внимание, что в этом году, опять же, год юбилейный, можете предложить нашим уважаемым жителям? Ну, сразу скажу, у нас три объекта для посетителей туристической направленности. Ну, это известная Стрельная гора, каменная чаша, на которую мы можем попасть пешком, с Солнечной поляной, либо через Ширяево, там, автомобильный пешим, там, велосипедным путем. И вот начали развивать экскурсионно-познавательный комплекс, назвали его мы Бахилово-Поляно. Бахилово-Поляно? Бахилово-Поляно, село Бахилово-Поляно, где находится, как я называю, штаб-квартира, то есть администрация Загрузского заповедника, вокруг которого мы планируем, ну вот уже поставили городок Барсуков, заселили его там Машка, Дашка и Борис Михайлович. Кстати, уже вот две недели назад Борис Михайловича подпускали к Дашке, то есть что у них получится, потому что мы хотим потомство потом получить от них. Ну, чтобы если сделали такое заявление целый городок, то, конечно, нужно соответствовать. Городок – это просто поселение, то есть в природе барсуки живут городками или поселением, это вот такое настоящее научное название. И вот будет этот комплекс включать, визит-центр мы будем строить современный, потому что, по большому счету, у нас есть маленький музейчик на данный момент, который находится вот в этой штаб-квартире, занимает всего лишь одну комнату. А это мы в современный музей, там со всеми экспозициями, интерактивными какими-то. Но это пока в планах, да. Тут же будет, мы как назвали, островок особо полезной территории, то есть ООПТ, если сокращенно особо охраняемой природной территории, которая является заповедником, это ООПТ. То есть это место для приготовления и приема пищи. И может быть для проведения каких-то детских или каких-то экологических лагерейтов. То есть такая верандочка с барбекесницей будет. То есть она очень необходима, поскольку негде нам гостей покормить все административное здание. И приглашаем посещать вот эти маршруты наши, то есть и Стрельную гору. Вот, кстати, режимный момент озвучим. Ну, понятно уже, что первый день лета сегодня, все работает до сентября, октября. Как позволяет погода? Или все-таки круглогодично можно приходить к вам? Нет, круглогодично. А, я конкретно по Стрельной горе сейчас скажу. Только до первого снега работаем, потом мы просто не пускаем, поскольку... Опасно? Травматично? Да, на Стрельную гору мы пускаем только на автомобилях, на автобусах. Либо, вот еще думают, сейчас кудроциклы. То есть на велосипедах, пешком, на мотоциклах мы не пускаем, поскольку практика есть такая негативная, когда пускали. Потом их людей искали по всей территории заповедника. Либо по незнанию, либо специально. То есть, ну, бывают разные люди такие, непорядочные, скажем так. Поэтому мы просто не пускаем. И в целях безопасных, как только снег выйдет, дорогу, помните, то это сером патент, она просто опасна. То есть подниматься может, да, а спускаться может и улететь, да. Поэтому вот до снега, зависит от того, как снег выпал, все, мы закрываем Стрельную гору. А остальные маршруты, каменная чаша пешком, пожалуйста, можете, да, какие-нибудь, это самое, экстремалы там по поясу снегу, ради бога. Городок Барсуков, ну, зимой посещать нет смысла, поскольку Барсуки уходят с пячиком. Музейчик у нас круглогодично открыт от администрации, это да. Юрий Петрович, хотела спросить вас вот еще о чем. Я знаю, что вы принимаете участие в различных выставках, мероприятиях, конгрессах, вот буквально недавно вернулись в Санкт-Петербург. Что это дает? Лично вам, коллективу, заповеднику? Ну вот и все-таки, если говорить о повышении экологической грамотности среди населения, это же ведь тоже немало важный фактор, согласитесь? Да, вот я не договорил на предыдущий вопрос про эколого-просветительскую деятельность, все правильно заметили. Да, вот, то есть развитие познавательного туризма, это хорошо, это тоже как бы вносит свой вклад в развитие нашей экологической культуры. Но мы также занимаемся более широко, ну вот в частности и сейчас, то, что я выступаю, это тоже как элемент этой эколого-просветительской деятельности. Организуем различные выставки, беседы, участием во всех мероприятиях, которые нас приглашают. Вы, кстати, много наград привозите к себе в заповедниках. Мы стараемся, все стенки, да, увешаны. И стараемся охватить максимально. То есть сайт у нас постоянно работает, новостная строка. То есть задачу я всем поставил, что на нашем сайте должна быть самая доставленная информация по заповеднику. Пускай вот все остальные отсюда берут вот эту самую, то есть по природным там, по новостям и так далее. Так, о чем вы спросили? Ну, а мы с вами поговорили об экологической грамотности, ну и про Конгрессы, и по Конгрессам, да. Да, действительно, я вернулся относительно недавно с 8-го Невского международного экологического Конгресса и там выступал. Причем самый первый круглый стол, самый первый день был посвящен именно особо охраняемой природным территориям и их вклад в сохранение биологического разнообразия. И так получилось, что я выступал, ну как бы, как директор из ГРСП, ну доклад у меня был о всех особо охраняемых природных территорий Самарской области. То есть так попросил договориться с министерством, да, чтобы у них не получилось поехать. Это вот участие во всяких конгрессах, совещаниях, симпозиумах, конференциях, посвященных именно природоохранной тематике, ну даже без природоохранной тематики, позволяет, если выступаешь, то есть рассказать о своих достижениях, может быть, проблемах. И послушать других, пообщаться, главное это общение, то есть как бы не закисать в своем болоте. Вообще не это обязательно, это просто жизнь, это двигатель прогресса в целом. Ну и, кстати, как Жигулевский заповедник поживает, если сравнивать с другими заповедниками, с вашими коллегами, опять же, на каком месте вот котируется наш Жигулевский заповедник? Ну, я начну с науки, пожалуй. Он создавался вот ученым, заповедник, и в этой связи, как бы это туда 90 лет назад, и как бы традиция сохранилась, у нас очень сильный научный отдел, то есть наши коллеги считают нас где-то в средине или выше средине среди заповедника по развитию науки. Мы издали 44 тома лет природы, каждый год издаем этот отчет научного отдела. Толщиной он, например, такой, то есть в нем где-то 700-800 страниц текста. Если говорить про все остальное, то есть мы, я скажу, что мы входим где-то в 15-20 ведущих заповедников в целом по России, а по итогам 2015 года независимым аналитическим агентством заповедник Жигулевский по привлекательности для туристов признан, что он является на седьмом месте среди 103 заповедников. Ну, это очень высокая, очень значимая оттенка. Есть, да, значимая. Ну что же, Юрий Петрович, наше время вот так быстро пролетело за такой интереснейшей беседой. Благодарю вас за интервью. Ну и, конечно, по традиции хочу предоставить вам заключительное слово, что бы хотели пожелать из всего вышесказанного нам, жителям планеты. Ведь, как гласит ваш девиз, нас в любое время года учит мудрая природа. Сейчас я говорю про этот девиз, я у вас узнала. Да? А я у вас на сайте узнала. Ну, в принципе, верно. Вот мое глубокое убеждение, ну, большинство всех коллег, вот моих сотрудников заповедника, что у человека с большой той буквы и у каждого из нас мания величия по отношению к природе. То есть природа жила давно без него и великолепно. И, тем не менее, многие мы считаем, что мы лучше знаем природу, то есть можем ей управлять, мы не можем ей управлять. Да, в лесхозе лесом, да, то есть как бы отдельные участки. А, естественно, природу мы не вправе даже управлять, ну, и не можем, по большому счету. И поэтому, как бы, заключительное слово, давайте вот хотя бы в заповедниках, национальных парках, в заповедных зонах дать природе самой жить, выживать. При соседстве с нами. Так что вот так вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Юрий Петрович Краснобаев, директор Жигулевского государственного заповедника. Сегодня был гостем программы «Город С». Благодарю вас. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин